В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Юлия Александрова. Здравствуйте и коротко о главном к этому часу. В Чехии перевернулся автобус с белорусскими детьми. 15 человек в больнице. Какие две команды сразятся за бронзу рождественского турнира после того, как определились финалисты Беларуси-Финляндия? Евгений Горин из Чижовка. Арены со всеми подробностями. Светлый праздник любви и надежды. Православный мир сегодня готовится к встрече Рождества. С праздничной службой в главном православном храме страны. Через несколько минут включение Анастасии Винчо. Время чудес. Участники рождественского турнира приехали в гости в детский дом. Какие подарки привезли хоккеисты и как их встретили детишки. В праздничную атмосферу окунулась Ольга Коршун. Начнем выпуск с происшествия в Чехии. Здесь сегодня днем перевернулся автобус с белорусскими детьми. В больнице находится более 15 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Пострадавших серьезными травмами в чешские клиники доставляли на вертолете. Дети вместе с родителями ехали из Праги в польский Вроцлав. По одной из версий водитель не справился с управлением на заснеженной скользкой дороге. Мы по телефону связались с учредителем компании-перевозчика. И вот как нам прокомментировали происшествие. Часть, которому потребовалась медицинская помощь, находятся в больницах различных, куда их увезли скорая помощь. А остальная часть будет передвигаться дальше. Из версии, скажем так, местной полиции, скользкая дорога на повороте. Скорость автобуса, они сняли показания тахографа, было около 30 км в час всего на этом промежутке. И, как мне уже сказали, стащила автомобиль из-за того, что было накатано на повороте. Лед накатан, стащила автобус в кувет. Видите, какая там дорога? Снегопад, все во льду, и просто колесо ушло в кувет, и автобус лег на бок. Авария произошла сегодня в первую половину дня между населенными пунктами Горжички и Ческоскалице. Всего в автобусе находились 49 человек. Для отправки домой участников инцидента, которые не пострадали, уже направлен автобус. И мы связались с представителями компании, которая организовала эту поездку. Дети из Оршанской школы, из Минской школы, взрослые, родители. Она такая сборная. Те, кто нуждался в помощи, те обратились в больницу. Страховые полисы у всех все выписано. Помощь всем оказана. Кто надо, задержится на день-два. Там с ними переводчик, мы на прямой связи с консулом. Детей развезли по больницам, и сейчас их вот собирают. Уже там ждет автобус, который их будет уже доставлять сюда. Мы следим за развитием событий. Новые подробности в следующем выпуске новостей. До разрешения интриги рождественского турнира любителей хоккея остается меньше суток. В эти минуты на льду Чижовка-арены команда президента сражается с дружиной Объединенных Арабских Эмиратов. А Россия играет с Финляндией. Весь день на льду, трибунах и за пределами арены работает мой коллег Евгений Горин. Он выходит на прямую связь со студией. Женя, добрый вечер. Итак, финалисты турнира уже известны. Это белорусы и финны. Завтра они будут бороться за главный приз соревнований. Несколько часов назад выяснилось претенденты на бронзу. Это словаки и шведы. Казалось бы, все трофеи практически поделены. Так чем же примечательны поединки, которые проходят в эти минуты? Добрый вечер, Юлия. Это два ледовых поединка, которые начались буквально полчаса назад, в каком-то смысле можно назвать зеркальными. Что это значит? Это значит, что самые сильные команды сейчас встречаются с самыми слабыми. То есть Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты и Финляндия, Россия. Беларусь и Финляндия завтра встретятся в финале. Это фавориты. Россия и Эмираты на последних местах у себя в группах. Поэтому либо мы увидим сегодня какой-то невообразимо большой разгромный счет, либо произойдет чудо, и слабейшее одолеет сильнейшее. У российской команды такое слабое выступление на рождественском турнире впервые. До этого на 11 раз подряд выходила в финал, трижды побеждала. Но у Эмираты, конечно же, вполне предсказуемо, пока набирается опыта. Хоккей, Вуаэ, вид спорта, который только начинает свое развитие. Команда Эмиратов – это фактически национальная сборная, которая рассматривает рождественский турнир как один из стапов подготовки к чемпионату мира в третьем дивизионе. Но вернемся к встрече в Беларуси и Объединенные Арабские Эмираты. На данный момент счет 3-0. И у нас есть возможность посмотреть, как была заброшена первая шайба в этой встрече, а также услышать отлики зрителей. Хотелось бы победу нашей команды сегодня видеть. Много ярких моментов, побольше шайб. Объединение людей, объединение народа, что все приходят с семьями, вместе, всей семьей. Рождественский праздник семейный, турнир такой семейный праздник получается. Будем болеть за Беларусь. Только за Беларусь, потому что наши хорошие, быстрые, сильные. Спорт объединяет. В нашей стране этому отводится очень большое внимание. На мой взгляд, это правильно. Мы болеем за Беларусь. Беларусь! Беларусь! Я напомню, что сегодня здесь, в Сижовской арене, прошли еще две встречи, которые определили команды, которые завтра сразятся за бронзовый трофей рождественского турнира. Это ледовые дружины Словакии и Швеции. Словакии в прошлом году сражались за бронзу рождественского турнира, но уступили финнам. А шведы приехали в этом году в новом составе, так называемом 40+. И, как видим, возраст и результативность не помеха. Но одолеть им финнов будет, ой, непросто. В составе бело-синих сильнейшие бомбардиры, такие как форвард Марек Урам, а еще абсолютный рекордсмен мира среди профи по совокупному числу дней защиты цвета национальной команды Райма Хелминен. К отметке в 331 матч за сборную своей страны пока еще никто не приблизился. Так что игра определенно будет зрелищной. И сейчас у нас есть возможность узнать настрой финнов на игру предстоящую, а также ожидания их болельщиков. Минск очень красивый город, рождественский турнир – это праздник для всех. Я думаю, что нам нужно выиграть. Второе – невозможно. Какого будете болеть? За Словакию. Впервые на таком мероприятии. По-моему, это круто и классно. Очень радостная. Перед рождественская. Всех с праздником. Все рады. За Словакию будем болеть. Вообще ходим всегда с детьми. Стараемся. Ну а здесь в Тяжовской арене только что завершился первый период встречи. Беларусь. Сборная Объединенных Арабских Эмиратов. Счет по-прежнему 3-0 в пользу команды президента Республики Беларусь. Юлия. Спасибо, Евгений. Мы будем следить за развитием событий. Итоговый счет обеих игр в наших следующих выпусках. О днем команды участницы рождественского турнира навестили детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Сегодня утром хоккеисты побывали в гостях у воспитанников Радашковической школы-интерната. Спортсмены привезли с собой подарки. Детишки в ответ устроили для гостей яркое новогоднее представление. Но самой большой ценностью стали незабываемые впечатления, яркие эмоции. Ведь малыши, как и хоккеисты, готовились к этой встрече очень тщательно. Ольга Коршин расскажет подробности праздника. А как вам есть мусорный танец? Дима смело берет инициативу в свои руки. Его не смущает ни разница в возрасте, ни языковой барьер. Еще бы такая встреча выпадает раз в год. Участники рождественского турнира сегодня в гостях в школе-интернате. Впечатлений масса и у хоккеистов, и у ребят. Я люблю хоккей и обожаю его. Я буду болеть за всех, кто играет. Хочу бывать на хоккей и там участвовать. Мечта маленького Никиты исполнится. Ребят пригласили на финал рождественского турнира. На этом сюрпризы не закончились. Хоккеисты подарили детям компьютеры, игрушки и, конечно, коньки. Кстати, возле школы уже залили каток и многие опробовали первый лед. Сейчас это уже такой большой настоящий праздник, которого очень ждут и наши белорусские дети. И, что характерно, очень ждут его и хоккеисты из команд-участниц рождественского турнира. Потому что, во-первых, это куча положительных эмоций. Не говоря о подарках. Это просто живое такое человеческое общение, которое доставляет огромную всем радость. Благотворительная акция «Рождественская традиция» проходит уже в четвертый раз. Ее организаторы, президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси оказали финансовую помощь детскому дому в размере 300 миллионов рублей. Но, как отметили и организаторы, и хоккеисты, главное сегодня – внимание и забота, в которой эти дети нуждаются особенно сильно. Я первый раз в Беларуси, и эта встреча с детьми очень тронула мое сердце. Потому что это очень важно, что мы уделяем внимание детям, и именно так проводим новогодние праздники. Я второй раз здесь, и это честь для меня разделить праздники с этими детьми. Меня переполняют чувства, и я бы хотел как можно чаще приезжать к этим детям и разделять с ними праздник. Это непередаваемые эмоции на самом деле. Тем временем ребята решили скрепить дружбу с хоккеистами необычным способом. В этих ладошках самое сокровенное желание. За совместным творчеством идет и спортивный разговор. У сборной Словакии сегодня появились преданные болельщики. Один уж точно. Я желаю, чтобы вы побольше проигрывали, но не нашу команду. Хоккеисты не спешили покидать детский дом, хотя многих сегодня ждали выхода на лед. Впрочем, это и понятно. Дети просто не отходили от спортсменов ни на шаг. Фотографии, подарки, общение – эта встреча всем запомнится надолго. С Новым годом! Ольга Коршун и Игорь Синюта, телекомпания СТВ. Многолетняя традиция в канун Рождества – особое внимание уделять детям и старикам. Уже два десятка лет чиновники, бизнесмены, да и, собственно, все неравнодушные белорусы приезжают к тем, кто больше всего нуждается в семейном тепле и уюте. Анастасия Иваникова продолжит. Новогодняя сказка каждому ребенку. Подарки, ну и, конечно же, тепло, внимание и забота. Самая добрая акция «Наши дети» уже два десятилетия. Политики, общественные деятели, бизнесмены, артисты, спортсмены традиционно в период праздников посещают детские дома, больницы, реабилитационные центры. И с каждым годом акции объединяет все больше неравнодушных. И такая забота государства о детях и пожилых традиционна. Это не раз подчеркивал президент. К примеру, только за последние пять лет. На укрепление материальной технической базы 80 домов-интернатов направили 840 миллиардов рублей. Пожилые люди довольны. Александр Лукашенко убедился в этом лично. Накануне подарки от главы государства получили постояльцы дома-интерната для ветеранов войны и труда в Минском районе. Теплый разговор за кружкой горячего чая и теплые подарки. И за дня в день эстафета добрых дел шагает по стране. Без внимания и заботы не остались и жители этого Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Сюда вместе с ребятами со Страшицко-городокской школы приехал и младший сын президента Николай. С жителями дома-интерната школьники дружат не первый год. Ученики взяли шефство над пожилыми людьми и каждый год приезжают сюда с подарками. Вот и сейчас новогоднее представление. Встреча получилась душевной и теплой. Зал благодарил аплодисментами. Оценили и музыкальные номера. Старшие сыновья президента тоже приезжали с подарками. Ребята из детского дома у себя в гостях принимали Виктора Лукашенко. Дмитрий тоже присоединился к новогодним поздравлениям и участвовала в праздничном утреннике. Без малого месяца Беларусь живет в таком праздничном ритме. Традиция объединила не только президентскую семью. Всю страну воспитанник детского дома Виктор Николайчук в числе тех, кто верит в новогоднее чудо и искренность каждого. Конечно, будет очень важно, когда приходит Дед Морозь, Снегурочка, устраивает эти праздники и такие глаза загораются, можно сказать. Внимание и заботу всем тем, кто больше всего нуждается в тепле, дарит вот уже два десятилетия. Искренне и от души. Эстафету добрых дел подхватили и бизнесмены. Да и как не подарить внимание самым маленьким. Кстати, яркие моменты воспитанники этого столичного детского дома теперь могут и запечатлеть на новый фотоаппарат. Вот такой новогодний сюрприз. По-человечески, этим приятно отдавать пестичку чего-то своего доброго, того, чтобы и другим делать праздник. Мне понравились подарки сегодняшние и фотоаппарат, который нам подарили. Мы, когда будем ездить в разные поездки, будем брать и фоткаться. Во время таких новогодних подарков не обходится и без музыкальной помощи. Яркие выступления, песни, вот и сегодня насыщенную концертную программу организовали в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. Аплодисменты не смолкали на протяжении всего праздника. Мне понравилось все, особенно когда мы танцевали. Понравились подарки. Нам очень приятно, что к нам приезжают гости. Это нас вдохновляет. Они нам дарят подарки, эмоции. Настоящий звездный десант высадился и в этом доме для пожилых. Эдуард Ханок, Виталий Воронко. Прошу тебя, час розовый, на бойди. Душевно, тепло и по-домашнему. Именно такой была эта встреча. Знакомые мотивы любимых песен благодарный зал воспринял на ура. Здесь я получаю те эмоции. И как бы расплачиваются люди со мной за те песни, которые я когда-то написал. Конечно, мы рады всем гостям, которые приезжают к нам и дарят нам подарки. Ощущается вот именно забота государства. И очень приятно, что мы можем здесь заниматься своим любимым делом. Время добрых дел продолжилось и в столичном третьем детском доме. И забываемое новогоднее поздравление воспитанникам подарили сотрудники столичной автоинспекции. Ребята расплатились искренними улыбками и детским смехом. Мы приехали не одни, не только милиционеры в форме гаишники, а взяли с собой Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей, чтобы показать им какое-то представление и, конечно же, подарить подарки. У меня нормальное настроение. И знаете, мне велосипеды подарили много. В новогодние рождественские дни обязательно случаются чудеса. И важно не только верить, но и делать их своими руками и своей душой. И даже вовремя сказать доброе слово тому, кто его ждет. Это тоже чудо, пусть и маленькое. Анастасия Иванникова, Юлия Матяш, Вероника Кондратюк, Татьяна Ревизория, Вероника Фалей, телекомпания СТВ. Индивидуальным предпринимателям не будут продлевать сроки реализации остатков несертифицированных товаров. Напомню, с 1 января ИП начали работать по новым правилам, предусмотренным нормами указа номер 222. В данный момент на рынках в торговых центрах наблюдается затишье. Однако предположения о том, что многие продавцы не работают из-за вступления всего документа, не оправдываются цифрами статистики. По данным Министерства торговли, заявление о прекращении деятельности подали примерно 5,5% индивидуальных предпринимателей. А это всего около 2000 человек. В контролирующих ведомствах считают, что ситуация носит сезонный характер. Никакого коллапса нет. Несмотря на все заявления некоторых предпринимателей о том, что на сегодняшний день 90% у нас не работают, это неверно. Мы констатируем сегодня, что не осуществляют, либо приостановили деятельность около 50% предпринимателей, которые осуществляют торговлю на рынках. Это, прежде всего, связано с отпусками, с праздничными мероприятиями, с низкой температурой. И в ближайшее время они вернутся на свои торговые места. Напомню, право торговать товарами Легпрома, которые приобретены без документов, с января этого года лишились только плательщики единого налога. Остальные ИП продолжают работать по новым законам бизнеса. Деятельность без сопроводительных документов в Беларуси не существует уже полтора года. Просто есть определенная категория, небольшая, назовем так, недобросовестных предпринимателей, которые по-прежнему под видом остатков ввозили товары без документов. И на возможные претензии или вопросы со стороны проверяющих органов они всегда могли ответить. А это остатки. Сегодня утром Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы. При этом Пхеньян уверяет, что не намерен применять оружие, если не будет нарушен суверенитет страны. Тем не менее, это вызвало серьезную озабоченность в мире. В России Совет Безопасности ООН в эти минуты проводит экстренную встречу. Осудил испытания водородной бомбы ряд европейских стран. В частности, Германия, Франция, Великобритания назвали заявление Пхеньяна провокацией, а также угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове. МИД Беларуси также призывает обеспечить неукоснительное соблюдение решений Совбеза. Во Франции вышел специальный номер сатирического издания «Шарли Эбдо». Его посвятили годовщине нападения террористов на редакцию. На обложке преступник с бородой, в окровавленной одежде, с масонским треугольником на голове и автоматом Калашникова за спиной. Убийцы по-прежнему в бегах. Именно так подписали карикатуру. Рисунок вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни идею осудили, другие же полагают, что это призыв к совместной борьбе с терроризмом. Напомню, 7 января минувшего года в офис «Шарли Эбдо» ворвалась группа вооруженных людей и расстреляла сотрудников редакции. Тогда погибли 12 человек. В эти дни в Париже усилены меры безопасности. В городе проходят памятные мероприятия. Новогодний инцидент в Кёльне стал причиной громкого скандала. В ночь на 1 января на площади у знаменитого собора по меньшей мере 90 женщин стали жертвами, как объявила полиция, цитата, грабежей, домогательств и сексуального насилия. Нападение на них совершали молодые люди, которые, судя по внешности, являются выходцами с Ближнего Востока и из африканского региона. Жители Германии возмещены бездействиями полиции. В ту ночь около вокзала дежурили более 200 стражей порядка. По стране прокатилась волна митингов с антимигрантскими лозунгами. Канцлер Германии потребовала наказать преступников. В стране будут созданы мобильные группы полицейских с видеокамерами. Православный мир готовится к встрече Рождества Христова. Сегодня сочельник и верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в моменты рождения Иисуса. В канон Рождества по традиции проходят праздничные богослужения. Так в Минске в эти минуты в Святодуховом кафедральном соборе митрополит Минский и Заславский Павел, патриарш экзархсия Беларуси, проводят всеношное бдение. Сейчас у храма сотни верующих, в их числе и съемочная группа Анастасия Винчо. Она выходит на прямую связь со студией. Анастасия, добрый вечер. В Чирюле буквально полтора часа назад в главном православном храме страны началось всеночное бдение. И атмосфера царит по-настоящему светлая и праздничная. Верующие говорят друг другу только самые теплые слова и поздравления с наступающим Рождеством. И, кстати, сегодня в церкви можно увидеть белорусов практически всех возрастов. Самому маленькому прихожанину, например, недавно исполнилось три. Есть и те, кто Рождество здесь празднует в 80-й раз. Примечательно, что в храме много молодежи. И всех этих людей объединяют молитвы. И каждый из них верит в рождественское чудо, которое обязательно должно случиться. Рождество – это, наверное, праздник чудес, праздник самый главный для христиан. И поэтому хотелось бы детям показать, что это не только подарки под елкой, но и что-то больше, выше. Мы приехали из Москвы, в Минск первый раз погулять и в том числе Рождество встретить. Поздравление всех с этим прекрасным праздником. Желаем всем мира и добра. Радостно, что такой праздник, что столько людей, молодежи идет. И от этого праздника ждем мы чего-то светлого, радостного. Я вообще католик, но все равно решил отпраздновать и православное Рождество, потому что это, правда, очень хороший праздник, который достоин того, чтобы сходить в костел или в церковь. Все ночное бдение, по сути, главную рождественскую службу проводит митрополит Минский, Заславский Павел, патриарший экзарг всей Беларуси. Облачившись в белое, духовный лидер читает ветхозаветное пророчество, вспоминает события, которые предшествовали рождению Христа. Митрополит Павел еще раз напомнил прихожанам о близости Бога к каждому и дал напутствие на будущий год. Мы по традиции доброй, многовековой, Христу Спасителю должны принести какие-то дары. Наши дела, наше чистое сердце, дела добра, любви, милосердия и задуматься, я на правильном пути или нет. А главное, ночная служба, божественная литургия, начнется здесь ровно в полночь и продлится она до половины седьмого утра. Празднуется Рождество всем православным миром 11 дней. Этот период в народе называют святками или в белорусской версии калядами. Хочу отметить, Юлия, что празднику сегодня благоволит и погода. Утренний снежок припорошил улицы и белый покров буквально сверкает от праздничной подсветки, тем самым дарит по-настоящему рождественскую атмосферу. А недавний 25-градусный мороз немного сбавил обороты. Юлия? Согласна с вами, Анастасия, погода действительно волшебная. Итак, на прямой связи со студией была моя коллега Анастасия Винчоя. Она рассказала нам о том, как Беларусь готовится к встрече, пожалуй, одного из главных праздников христианского мира. На этом пока все. В студии работала Юлия Александрова. По итоги среды мы подведем в 22.30. Я прощаюсь с вами до этого времени. А пока желаю нескучного вам вечера.